В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. За 10 месяцев в области зарегистрировано около 700 фактов мошенничества против пожилых людей. Как одиноких пенсионеров можно лишить жилья. Уже и снег был, холодно сильно был. Я умру скоро, честное слово. 76 лет карагандинский центр крови помогает людям. В настоящее время в центре сосредоточено 598 единиц оборудования. Приобретенных на общую сумму 1,589 миллиона рублей. Нулевая терпимость. Такое отношение к хулиганам, гопникам и к людям, недостойно ведущими себя в общественных местах, воспитывают в обществе. В Михайловке жители возмущаются тем, что аллею, посвященную жертвам репрессий, превращают в распивочное место. Этакий Бермудский треугольник, притягивающий в опивох, возник в Михайловке. Его вершина – это сотая школа, общежитие, библиотека. В центре – аллея репрессированных и еще продовольственный магазин. Схема простая. В магазине затариваются алкоголем, а затем в кусты. Этакая кафешка на воздухе. Сор, грязь, ругань. Мимо проходят ученики сотой школы и получают неплохой урок культуры поведения. Рядом сквера на лавочках лежат пьяные люди, бомжи. И мы хотим, чтобы бомжи там не лежали. Я ученица сотой школы и я бы хотела сделать предложение, чтобы во всех ближайших магазинах этого сквера не продавались спиртные напитки, потому что это унижает память о репрессированных. Вместо учебы репетишки изучают антисоциальный быт в опивох. А история Казахстана, история предков, ведь аллея недаром названа в честь жертв репрессий, проходит мимо. Ни у какого нет в душе у них почтения к этому месту, к людям, которые отдали жизнь. Конечно, обратить внимание общественных каких-то организаций, может быть, милиции, чтобы почаще здесь проходили, смотрели. Полиция смотрит. Уже были привлечены к административной ответственности четыре человека. Правда, как доказывает история, воспитание культуры, общение – процесс довольно долгий. Скажем, чтобы в Финляндии покупатели свежей молочной продукции прямо с фермы не боялись оставлять деньги с бидонами на улице без присмотра, прошло не одно десятилетие. А обучали воров очень просто. Рубили руки. Варварство. А зато теперь никто не посягает на чужую собственность. Культура на генетическом уровне. Это ни в коем случае не призыв к агрессии по отношению к нарушителям правопорядка. Но нулевая терпимость должна стать нормой жизни. На аллее репрессированных нами сотрудниками Михайловского отдела полиции, участковыми инспекторами полиции, также сотрудниками дорожно-патрульной полиции на ежедневной основе проводятся рейдовые мероприятия полностью в вечернее время, в дневное время автопатрулей заезжать в данный район, полностью отрабатывают. За распитие спиртных напитков нарушители получают штраф от трех МРП и выше. Мало – можно еще и в Кутузку попасть. А можно вспоминать и о варварстве, которое привело многие западные страны к порядку на улицах. Сергей Высокосов, Шалкар, Алтынбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Караганде недалеко от рынка Шигыз прохожие обнаружили страшную находку – тело младенца. Что за мать смогла так расправиться с новорожденным, выясняют полицейские. Возле рынка Шигыз местные жители нашли тело младенца. Очевидцы рассказывают, что ребенок лежал возле забора вдоль проезжей части. Тело было обглодано собаками. Останки направлены на экспертизу. Сотрудниками Управления криминальной полиции ДВД Карагандинской области в настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению роженицы. Труп новорожденного ребенка, который был обнаружен 28 октября в городе Караганды. Полицейские проводят мероприятия в направлении на установление обстоятельств происшествия. Восьмидесятилетняя карагандинка Александра Ющенко стала жертвой аферистов. Пенсионерка сама того не подозревая подписала договорку при продаже трехкомнатной квартиры в Пришахтинске. Все подробности у нашего корреспондента Амины Смаковой. Эта история началась в прошлом году. Александре Ющенко понадобились деньги на лечение ног и глаз. Кредит старушке не дали. Тогда она, ее гражданский муж и внук нашли по объявлению людей, которые дают деньги взаймы. При встрече люди сказали Александре Евгоровне, что для того, чтобы получить деньги, она должна отдать свою квартиру под залог. Женщина согласилась, но вместо договора о займе был оформлен договор купли-продажи. Ей объяснили, что это соглашение регистрироваться не будет и никаких последствий не повлечет. Сказано, сделано. Но в итоге пару месяцев назад объявились новые собственники квартиры и выгнали семью на улицу. От переживаний муж женщины скончался. Скажите, он вас выгнал ночью? Ночью, моя дочь. Уже темно было. И уже и снег был, и холодно сильно было. И мы пошли, там у знакомых ночевали. И там дед умер на креслах. Все вот так. Какой дед мой, моя дочь. Я умру скоро, честное слово. С такой заботой я умру. И с такой думок я умру. Я не сплю, не ем, не пью, ничего, моя дочь. Я молюсь, Богу. Уже прошло несколько судебных разбирательств. Адвокат женщины Илья Махлов утверждает, что по законодательству такие сделки считаются недействительными. Нашим гражданским законодательством предусмотрена возможность признания данных сделок, совершенной бабушке и купли-продажи, признания ее недействительным в связи с тем, что она была введена в заблуждение касательно оснований сделки, мотивов и последствий, которые сделка данная может понести. То есть бабушка квартиру продавать не собиралась. Воле издевления на это она не давала. Однако, так как договор был нотариально заверен, бабушка в любой момент может оказаться на улице. Идти ей некуда. Муж умер, внук оказался далеко. Я не могу задеть, я не могу. Вы меня убейте. Я не могу, я не могу. Вы меня убейте, моя дочь. Я не могу. Как жертва аферистов будет жить на улице. Амина Смакова, Ислан Бекоспанов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Галвин Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом серия профиль Галдек 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. 240 квартир и многие из них пустуют. Жителям многоэтажек села Уштубе вот уже 10 лет приходится жить без отопления, тепла и воды. Ситуацией разбирались наши журналисты. В свое время, когда в поселке Уштубе была фабрика, он считался одним из самых развитых. В Уштубе, состоящем в основном из частных домов, многоэтажки можно сосчитать по пальцам. Они строились для сотрудников фабрики. Но, как только местная фабрика перестала функционировать, о многоэтажных перестройках стали постепенно забывать. То не было света, то воды, то тепла. В далекие 90-е годы местный Акимат начал массово выселять жильцов, выделяя им квартиры в других районах города. Но некоторые из них так и остались в своих родных квартирах. Другие вернулись обратно. По причине того, что на выделенные квартиры начали претендовать их старые владельцы. Одна из таких героин Валентина Носкова. Ей самой пришлось сооружать печку в квартире для тепла. Несмотря на то, что иметь печку в квартире непрактично, это ее единственный источник тепла. Так не бросали квартиру, выселяли. Аким вот этот старый, который дурнбетал, он выгонял. Машину подгонят, длинный КамАЗ. Грузитесь, чтобы в квартире ничего не было, ни окон, ни дверей, ни полов. Почему, говорит? Чтобы вроде как нежилое было. Езжайте в Майкудуке, живите. А там квартиры точно такие же. Сколько семей у нас уехало, сейчас, вот Надя тоже знает, семь-восемь семей отсюда, от нас, с поселка, только там живут. За десятки лет жители многоэтажных домов повидали немало проблем. Они хотят лишь одного, чтобы их дома перевели в порядок, в соответствии с современным нормам. Но, как уверяют нас в местном Акимате, из 240 пустых квартир только 60 находятся на государственном балансе. Они смогут модернизировать дома, если только на этом согласятся хотя бы 70% владельцев пустых квартир. Решением суда на государственный бюджет было переведено лишь 60 квартир. Из государственного бюджета будут выделены средства на проведение света и воды в дома, если только 70% владельцев пустующих квартир согласятся на проведение модернизации в их домах. Когда же эти заветные 70% владельцев квартир появятся, неизвестно. А пока измученные проблемами жильцы пытаются хоть как-то наладить свой быт. Некоторые стараются продать квартиры, но таких везунчиков единицы. Ануар Сейдрахим, Шалкар Алтумбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. На сегодняшний день во всем мире обеспокоены проблемой нехватки водных ресурсов. В настоящее время Казахстан тоже начинает испытывать нехватку воды и, по прогнозам, к 2040 году может столкнуться с ее существенным дефицитом в объеме 50% от потребности. В Караганде прошло восьмое заседание Нураса Арсутского бассейного совета. Указом главы государства была подтверждена программа по управлению водными ресурсами Казахстана. Целью программы является избежание Казахстаном проблемы с нехваткой воды путем эффективного использования водных ресурсов. Программа направлена на решение вопроса предотвращения дефицита водных ресурсов для сохранения экосистем, обеспечения населения, запланированного роста экономики, а также совершенствования системы управления водными ресурсами. Проведена оценка минимальной удельной стоимости реализуемых инициатив, от которой зависит нагрузка на государственный бюджет и темпы роста тарифов. Большинство усилий по предотвращению дефицита направлено в основном на развитие инфраструктуры, а не на сокращение потребностей в воде. Доложить членам бассейного совета, что уже составляет 68% в связи с известными техническими рационными мероприятиями. То есть работа идет и успешно. Но вместе с тем, вот последние годы, последние годы участили случаи выдачи разрешения на буре этой скважины. Но состояние на сегодняшний день 3,3 миллиона кубических метров воды, ценнейшей воды, ценнейшей воды, этого богатства расходуется, значит, нерационально, неэффективно. Государственными органами был проведен анализ, где выяснилось, что во многих случаях вода, в отличие от других стран, в нашем государстве используется нерационально. Важную роль баланса и обеспечения водой играют водохранилища и каналы. Но многие из них на данный момент находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Если у нас в среднем употребляют 100 кубометров воды, то из них 44% приходят к нам из других стран. В связи с увеличением демографического положения соседних стран растет и потребность воды у населения. А ведь для Казахстана, где развито сельское хозяйство, водоснабжение также является важным. По этой причине государством принято решение поэтапно реконструировать водохранилища и каналы страны. Если в нашей стране используется 100 кубометров воды, то 44% мы получаем из соседних стран. В прошлом году Алматинская область испытала огромные проблемы в связи с тем, что с китайской стороны в нашу страну пришло недостаточное количество водных ресурсов. В будущем мы бы хотели избежать таких проблем. Всем известно, что вода, как источник жизни на земле, является важным природным и стратегическим ресурсом. Последние десятилетия во всем мире растет беспокойство о состоянии водных ресурсов. В послании президента РК «Стратегия 2050» дефицит воды рассматривается как глобальная угроза. В программном документе ставится задача к 2050 году решить проблемы с водоснабжением населения и сельского хозяйства. Ануар Сидрахим, Ислам Успанов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Одной из важных задач системы здравоохранения является организация безвозмездного донорства. На сегодняшний день этот вопрос приобретает общегосударственный масштаб. В Казахстане, как и в других развитых стран мира, действует регистр для пациентов, нуждающихся в трансплантации. Не первый год оказанием помощи в этом направлении оказывает Карагандинская областная станция переливания крови. Здесь для максимального снижения ручных, рутинных работ используется современная технология. В настоящее время в центре сосредоточены 598 единиц оборудования, приобретенного на сумму 1 млрд 589 млн тенге. Основные наши цели – это обеспечение безопасными и качественными компонентами крови в медицинских организациях области. Для чего мы решаем следующие задачи. Это организация безвозмездного донорского движения, заготовка крови и ее компонентов, организация проведения методической и практической помощи, мониторинг за клиническим использованием компонентов крови в организации кровоохранения. В Казахстане вопросом обеспечения безопасной донорской крови оказывается пристальное внимание. Для оказания помощи пациентам, нуждающимся в трансплантации костного мозга и других болезней, создан национальный регистр доноров. Такие центры существуют во всех развитых стран мира, где все данные объединяются в международный регистр. Он насчитывает более 17 млн доноров. На сегодняшний день около 400 доноров в Карагандинской области состоит в этом регистре. По статистике, среднее количество донаций в развивающихся странах в 15 раз ниже, чем в развитых. Необходимо иметь 40-60 донаций на тысячу населения. В Казахстане этот показатель составляет 17, говорят специалисты. Из года в год в структуре общего количества трансплантаций костного мозга увеличивается доля в клетке, полученной из пуповины крови. Не только в костном мозге вырабатываются клетки крови. Для плода основным источником выработки клеток крови является именно структуре пуповины крови. Это научно доказано. Мы надеемся, что на этом доказательство будет принять кодекс, соответственно, разрабатываться пометия донорства отдельно и трансплантации структуре. Не каждый может стать донором. В мире всего 30% пациентов имеют родственного донора. Люди всегда могут искать выход из создавшейся ситуации. Тем более, если речь идет о жизни родных и близких. К тому же в мире и в нашей стране немало людей, желающих оказать помощь. Гульнур Жакен, Шалкар Алтынбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В целях предотвращения вспышек заболеваний в Караганде провели подсчет скотины с целью выделения для них необходимых вакцин. О проведенной работе доложил руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии Карагандинской области Арсалды Сартпаев. В текущем году в Караганде зарегистрировано около 200 голов лошадей, 4000 баранов, 3700 голов крупного рогатого скота и более 20 тысяч птиц. На данный момент среди животных нет никаких опасных заболеваний. Однако, бруцелез, туберкулез и сибирская язва могут носить животину в любой момент. В нашем городе есть около 5-6 пунктов продажи скота. Все они соблюдают ветеринарные нормы. Также проверяются животные, привезенные из других районов и стран. Животные, привезенные из других районов и стран, находятся на карантине 2 месяца. В течение этого времени оно проверяется на наличие различных заболеваний. Если животное привезено из другой страны, то мы меняем ветеринарную книжку на казахстанскую. Если в нашем городе будет завод по изготовлению консервированного мяса, то можно было бы на высокой температуре нейтрализовать заражение больных животных. Но таких предприятий в нашем городе нет. А выброшенные на свалку останки больных животных только портят экологию. Плюс к этому, страна испытывает нехватку кадров сельскохозяйственной отрасли. Так что для обеспечения населения необходимой сельхозпродукцией, надо развивать эту отрасль, считает Арсалдыс Артпаев. Ануар Сидрахим, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Комитет государственных доходов совместно с Национальной палатой провел встречу с налогоплательщиками города Караганды. Обсуждались актуальные вопросы в сфере налогоблажения и разъяснения основных положений налогового кодекса. В целях повышения информированности общества и налогового просвещения, способствующих доведению до общества основных нововведений в налоговом законодательстве, подобные встречи являются актуальными. Значительные изменения коснулись вопросов амортизационных отчислений. Это касается тех налогоплательщиков, которые применяют стопроцентное уменьшение корпоративного подоходного налога. Раньше вы определяли сами в своей налогоучетной политике нормы амортизации, которые вы используете в налоговых целях. Теперь кодекс вам прямо говорит о том, что если вы реализуете инвестиционный приоритетный проект, то вы берете 50% от тех, которые установлены в пункте 2 статьи 120, во всех остальных случаях вы берете предельные нормы 120 статьи. В ходе встречи сотрудниками Комитета государственных доходов были презентованы основные изменения в налоговом законодательстве, рассматриваемые в настоящее время парламентом Республики Казахстан. Также даны разъяснения по актуальным вопросам налогоблажения. Вопросы изменения налогового законодательства мы проводили в начале года по изменениям. Просто в течение года возникли вопросы текущие, и поэтому центральный опород решил провести информационную пропаганду в сфере налоговожения. Такие встречи являются для нас конструктивными, актуальными и решают вопросы в сфере налоговожения. Подобные семинары организаторы намерены проводить ежегодно, так как это даст возможность налогоплательщикам изучить позицию налоговых органов по всем интересующим их вопросам. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. На сегодняшний день наиболее интересная и объединяющая игра для молодежи – это КВН. 28 октября в Караганде состоялся фестиваль КВН на Кубок Акима Карагандинской области председателя областного филиала партии Нур-Отан Нурмухабета Абдебекова. Игра проходила на государственном языке. Самая главная особенность игр КВН на государственном языке – это видение глазами молодых в своей жизни политики происходящих событий в жизни общества. Главная цель проведения фестиваля КВН – содействие в развитии казахского языка, казахской национальной культуры, творческих способностей молодежи, реализации их интеллектуального потенциала и воспитания патриотических чувств у молодого поколения. Фестиваль организовали Управление по вопросам молодежной политики Караганинской области и Региональная молодежная общественная организация «Союз КВН Казахстана». Участие приняли 11 команд – более 100 участников из регионов области. Караганда, Тимиртау, Садпаев, Балхаш, Жасказган и Шетский район боролись за звание ведущих юмористов. Главный приз – Кубок и денежный сертификат – завоевала команда города Садпаева. Молодые, амбициозные, креативные и активные молодые люди уже строят большие творческие планы в сфере КВН. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинские спортсмены приняли участие на чемпионате мира и Кубка по грэплингу, который проходил в Венгрии. Наши борцы Нуржан Сайдуали и Жантас Кожанасып стали обладателями золотых медалей соревнования. Чемпионат в Венгрии собрал около 300 спортсменов со всего мира. В числе нашей сборной страны были и карагандинцы, которые принесли две золотые и две бронзовые награды. В весовой категории до 57 килограмм наш земляк Нуржан Сейдуали принял участие по двум дисциплинам и принес две медали – золотую и бронзовую. Это самое крупное соревнование для меня – чемпионат мира среди взрослых, где я принял участие впервые. Ранее боролся среди юношей, где в 2012 году стал чемпионом. Тогда соревнования проходили в Греции. А в весовой категории до 66 килограмм от имени сборной Казахстана выступал Жантас Кожанасып, который стал обладателем золотой медали. Жантас занимается борьбой с четвертого класса, а грэплингом занимается два года. На чемпионат мира в Венгрии я не успел согнать вес. Пришлось бороться в весовой категории 66 килограмм. Мое выступление было неплохим. Я занял первое место. К соревнованиям борцов готовил Владимир Фафанов, президент Федерации боевого самбо, панкратиона и грэплинга. В первый день они боролись в разделе ги, то есть в кимоно, и самые первые с Казахстана завоевали золотые медали. Во второй день уже было больше участников из Казахстана, и наши со сменой завоевали бронзовые награды. Передит тренера ждут большие испытания в Москве, где пройдет турнир по грэплингу. Туда отправятся 15 воспитанников Владимира Фафанова. Пожелаем удачи нашим борцам. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Саугунстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова